Во второй половине XVIII века в Барнауле построили Петропавловский собор. Его назвали в честь двух святых – апостолов Петра и Павла. В 1935 году православный храм разрушили. Сразу после этого все вещи, которые представляли ценность, пропали. Советская власть в начале 20-х годов забирала церковные ценности под предлогом борьбы с голодом, то есть в помощь голодающим. А те иконы и утварь, которые не представляли собой особенной ценности, как правило, верующие могли бы либо забирать, либо это как-то уничтожалось. В данном случае, скорее всего, кто-то из верующих успел вынести эти иконы. Так иконы апостолов Петра и Павла попали в добрые руки. Через некоторое время их вернули в церковь. В Музее истории православия на Алтае иконы поступили из Покровского и Никольского соборов. В данный момент уже размеры этих иконы немножко отличаются. Но это совершенно видно, что у апостола Павла сбиты с боков были часть досок. И снизу тоже подрезано. Видите, вот тут ноги повыше, на поземе как бы стоят, а здесь подрезано. Это говорит о том, что эта икона все-таки сначала была дома у кого-то, и кто-то пытался вписать это в домашний иконостас, ну, учитывая малость размеров. А потом все-таки была передана эта икона в храм. Более десяти лет назад в связи с решением о восстановлении Петропавловского собора ученые и преподаватели Барнаульской духовной семинарии решили отыскать иконы. Привели работу с архивными документами и действительно нашли их. Вот как определили подлинность. Обычно апостолов Петра и Павла изображают вместе. Однако в Петропавловском соборе это были две отдельные иконы. Они написаны в одном стиле. То есть как бы мало того, что один мастер, но что и для одного интерьера. Потому что их и фоны, и стилистика, и композиция, и даже размеры, они полностью идентичны. В других храмах, которые обе симонализировали, все-таки мы не встречали отдельно икон апостола Павла и апостола Петра. Возможно, этим иконам уже 200 лет. Апостол Петр изображен традиционно со связкой ключей. Правая рука поднята на уровне груди. Это жест, призывающий верующих во время богослужения к пению молитвы «Отче наш». В руках апостола Павла символ проповеди Христовой, Евангелии. В XIX веке эти иконы висели в трапезной части Петропавловского собора. А сейчас приложиться к ним может любой желающий. Чем старше икона, тем она более намоленная. То есть большее количество людей молилось перед ними. И именно такие иконы в большей степени, может быть, претендуют на роль чудотворных. В Петропавловском соборе Барнаула было около ста икон. Из них несколько образов с изображением апостолов Петра и Павла. Часть из них в окладах из драгоценных металлов. То есть тоже представляли интерес для властей того времени. Они также бесследно исчезли. Ученые и исследователи продолжают их поиски, чтобы вернуть туда, где они и должны быть, обратно в собор. Полина Бурнашова, Алексей Михайлов. Новости.